Всем привет, вы на канале Суперкит. В очередной раз в поисках интересного устройства на Алике наткнулся на USB 3.0 адаптер для дисков M.2. Причем не просто каких-то конкретных M.2, а для всех. То есть и под интерфейс подключения SATA, и под интерфейс подключения PCI-Express. Думаю, ну вот, наконец изобрели. В описании так сделан уклон в сторону того, что это универсальный адаптер, что вроде бы нет причин не верить. Хотя первая мысль закрадывается сразу, когда на фото есть обозначение того, что сюда можно установить SSD с ключом B. Как минимум это точно неправда, так как перемычка в месте ключа M точно не позволит это сделать. Отзывы как всегда о том, что продавец молодец, но скорее всего банальное совпадение, что покупатели подключали сюда NVMe накопители, о чем некоторые в отзывах и пишут. Только одному не повезло, видимо. И тут нельзя не сказать, что этот продавец действительно хорош. Я у него несколько раз до этого заказывал, всегда быстрая обработка и отправка товара. Правда, периодически листая отзывы на когда-то купленный мною товар, я не в первый раз вижу, что моего отзыва нет. Это значит, что Алиэкспресс позволяет либо удалять, либо скрывать нежелательные отзывы. Вполне возможно, что здесь негативных отзывов нет именно по этой причине. Заказал. На вид ничего подозрительного. Тем более, что подобный адаптер из USB для M.2 NVMe уже был на обзоре. Самое время подключить SSD и протестировать. Поскольку M.2 с интерфейсом подключения SATA у меня нет, то я буду использовать SSD M.SATA через адаптер в необходимый слот. M.SATA, SATA и M.2 с интерфейсом подключения SATA это все по сути один и тот же SSD с одинаковым принципом работы, но отличающийся лишь физическим разъемом. Поэтому между этими накопителями существует масса адаптеров, которые делают из одного другой. Рекомендую видео о разъемах и интерфейсах, в котором представлено все великолепие этих разъемов и рассказано, как и куда их можно подключить. Кстати, в том видео я сказал, что M.2 NVMe невозможно подключить в USB. Это видео было выпущено в 2018 году и тогда так и было. Сейчас их можно подключить в USB. Собственно, об этом я уже упоминал. Первый на очереди M.2 NVMe. Диск не просто определился, а и по результатам теста выдал вполне обычную скорость для USB 3.0 порта в VIN 7. 300 Мбайт в секунду. Отмечу, что я не просто так упомянул именно про версию ОС. В VIN 10 порт USB 3.0 работает быстрее и скорость передачи данных на практике будет около 400 Мбайт в секунду. Через порт USB с передачей данных в 10 Гбайт в секунду будет еще быстрее. Но суть сейчас, конечно, не в скорости, а в возможностях. И поэтому я вынимаю M.2 NVMe и устанавливаю M.2 SATA. В моем случае переходник на M.2 с интерфейсом подключения SATA из SSD M.SATA. Подключаю. И ничего, диск не определился. То, что накопитель якобы отображается в проводнике и управлении дисками, это потому что у адаптера из USB в M.2 есть контроллер. Он и определяется как накопитель, но емкости нет. Потому что этот контроллер не работает с M.2 SATA. То есть сейчас такая ситуация, как и если подключить к компу просто адаптер без любого накопителя вообще. Констатируем очередной китайский развод. Понимая, что скорее всего ничего волшебного не произошло и что китайские продавцы просто вводят в заблуждение, я все же купил еще один адаптер, на этот раз в виде кармана. Подразумевается, что M.2 можно установить в корпус. Читая описание, снова наталкиваюсь на то, что это якобы универсальное устройство, которое работает и с NVMe и с M.2 SATA. Причем на этот раз нам это обещает не только продавец, а и описание на коробке, то есть производитель. В отличие от адаптера, у которого торчал штекер USB, как у флешки, у кармана не штекер, а гнездо Type-C. И в комплекте два кабеля. Один под штекер USB, а другой с двух сторон имеет штекер с Type-C. Сама плата внутри кармана достаточно маленькая в размерах, приблизительно в два раза короче, чем SSD M.2 2280. Из-за того, что у меня ни один диск не влезет в этот карман, то буду подключать без корпуса. Поскольку этот тест делается уже в Win10, в которой скорость работы USB 3.0 портов выше, то скорости данного кармана переваливают даже за 400 мегабайт в секунду. Кстати, это открытие про разную скорость работы я сделал как раз благодаря подобным тестам. До того момента никогда не думал даже, что такое вообще могло бы быть. Тем временем, после теста с M.2 NVMe понятно, что он работает как и должен. Но что же при подключении M.2 SATA? Ничего, как и в случае с первым переходником. Не определяется емкость. Опять видно только то, что операционная система определяет по контроллеру, что что-то подключено. Но ничего более. И здесь возникает мысль. Так существуют ли такие адаптеры, чтобы в них можно было подключить любой M.2 и при этом, подключив к USB, работать с таким накопителем? То, что ни один из тех, что были сегодня на тесте, этого не может, это понятно. Просто почему вдруг китайцы стали так писать? Может есть такой вариант, а они просто с него украли описание, не разобравшись, или под видом такого продают подделку? Ну или, как я и предположил, они просто потеряли страх, зная, что Алиэкспресс покрывает мошенников. Может там работают обычные менеджеры по продажам, как и у нас, которые не разбираются в своем товаре? Потому что, конечно же, я открыл спор и выиграл его. А продавец искренне делал вид в переписке, что он не понимает, что не так. Дам совет, как уже и говорил в более раннем видео. Не открывайте спор на 100% возврата денег, если устройство работает. Даже если хоть как-то. Это может быть гиблое дело, так как Алиэкспресс может предложить в таком случае возврат средств только через возврат товара. Из-за чего вы потеряете даже больше 50%. Ну и если кто-то такой универсальный адаптер с одним слотом под М2 встречал, напишите, куплю обязательно, протестим и вдоль и поперек. Раз уж не получилось показать типа новую разработку в виде универсального адаптера под М2, то расскажу про сам слот М2. Как вы знаете, у твердотельных накопителей есть разные ключи. Так называют места пропилов на контактной площадке накопителя и местоположение перемычки в разъеме. Конкретно у твердотельников это ключ B и ключ M, а также их совместный вариант B плюс M. Однако не одними SSD-единами известен этот разъем с названием М2. Если посмотреть в таблицу существующих ключей, то можно увидеть практически половину алфавита букв, которые используются для обозначения разных вариаций слота М2. Но также видно, что большинству из них не придуманы устройства и эти виды слотов взяты в резерв. Однако есть и те, которые наряду с ключами M и B используются и сейчас. Это ключ A и ключ E, а также совместный вариант A плюс E. Их используют в модулях Wi-Fi и Bluetooth. Современные системные платы имеют на борту такой слот. Например, совсем недавно был обзор компа, в котором такой слот был. Таким образом, можно установить туда Wi-Fi-карту прямо на системную плату, вывести антенны и подключить системный блок к инету без проводов. Через специальный адаптер в слот PCI-Express X1 это можно сделать и на старых платах, типа по аналогии с адаптерами для SSD M2. В свою очередь, китайские партнеры уже придумали кучу всеразличных адаптеров не только под слоты M2, а и из них под разные разъемы. Есть и из M2 под Wi-Fi в два SATA, и из того же M2 под Wi-Fi в обычный слот PCI-Express X1, и из M2 с ключом M в обычный слот PCI-Express X4. Как переходники из USB в M2 NVMe, такой девайс отлично выполняет свою роль. Они работают с USB, который поддерживает скорость до 10 Гбит в секунду, как и тот, который был на обзоре до этого в другом видео. Вот только прикол заключается в том, что данные устройства из видео стоят дороже аналогов, у которых честно написано, что поддержка только M2 NVMe. Я купил специально дороже, реально думал в момент покупки, что китайцы придумали универсальный адаптер и хотел показать, как это все работает. А тут такой наглый очередной развод. Если кому интересен этот адаптер, посмотрите то видео, там я более чем подробно показал подключение в порты USB разных поколений. В том числе и в USB до 10 Гбит в секунду в видео, которое сейчас всплыло в качестве подсказки. Этому USB все время меняют имя. В том видео был сделан акцент на названии нынешних поколений по USB. Однако отмечу, что с тех пор опять все было изменено. Вообще не понимаю, им что цифр мало? Зачем вообще делать такие длинные названия типа USB 3.1, Gen 2? Между USB 3.0 и 4.0 как минимум множество значений после запятой. Назвали бы просто USB 3.5 или USB 3.8. Вот специально все делается только ради запутывания. Касательно китайцев схемы по разводу работают. Продавцы не изменили описание ни по одному из таких устройств. Очевидно, что их все устраивает. Тем более, что в отзывах большинство пишет, что продавец молодец. Прямо сейчас веду беседу по очередному спору с администрацией Алиэкспресс. Даже по трек-номеру, по которому китаец дал, видно, что заказ отменен. Сам китаец мне это написал в личных сообщениях, которым имеет доступ и администрация. К тому же я приложил скрин к доказательствам по спору. Но при таких очевидных доказательствах мне все равно не возвращают мои деньги и предлагают подождать между ответами этой самой администрации 10 дней. Это при том, что китаец мне якобы отправлял этот заказ дней 10, потом я открыл спор, потом прошло время, пока они мне ответили, и еще пишут подожди 10 дней. Вдруг посылка придет. Как она может прийти, если ее никто не отправлял, не ясно. Похоже, что Алиэкспресс превращается в мошенническую организацию, которая крошует тех, кто занимается разводом. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok